А в Якутске на площадке Дворца спорта 50 лет победы завершился очередной чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. 114 сильнейших теннисистов из шести регионов в течение трех дней поясняли отношения в споре за право называться первой ракеткой Дальневосточного региона. Сегодня об итогах нам расскажут наши гости. Это Аркадий Никифорович Иванов, старший тренер нашей сборной Республики Саха-Якутия и мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа в личном и парном разряде Василий Румянцев. Доброе утро. Доброе утро. Какие итоги, несмотря на то, что в СМИ уже все известно, люди наверняка уже знакомы. Давайте и в нашей студии огласим результаты. Ну, результаты у нас в командном зачете девушки и мужчины заняли второе место. В прошлом году они в Сургийской заняли третье место. Поэтому сдвиг вперед есть. Ну, хотелось вообще-то занять первое место, но чуть-чуть не получилось. Но зато вот в парных соревнованиях девушки наши заняли третье место. Это Катя Лыпахва из Ленска, Ольга Технова из Чурабчи. И также у нас третье место в личном разряде занял Нюргун Сабарайкин в личном разряде. А Василий Румянцев, он занял первое место. Это четвертый раз он занимает первое место. И в парном разряде Вася и Нюргун заняли первое место. Причем уверенно. Здорово. Ну, кому уступила наша команда? Кто на первом месте? Ну, на первом месте это команда Переморская края. Потому что за Переморье играли три мастера спорта у мужчин и также три мастера спорта у женщин. У нас девушки все трое, четверо имеют первый разряд. Поэтому им тягаться с ними пока сложно. Но в скором будущем надеемся, что все-таки мы их обыграем. Василий, вот вы стали четырехкратным чемпионом Дальневосточного федерального округа. Да, мы вас поздравляем. Поздравляем. И как вам далось вот это чемпионство? Первенство. Это чемпионство у меня далось, можно сказать, сложно очень было. В родных стенах с одной стороны хорошо играть, за тебя все болеют, а с одной стороны ответственность. Куда ответственнее, правда. Куда ответственнее, там обязательно, я думал, надо занять первое место в этом году. Потому что два года я в 16-17 годах не выходил в финал чемпионата Дальнего Востока. На ранней стадии проигрывал и в этом году настроился, заранее в этом году тренировался, готовился к этому чемпионату. Очень усердно шли к этой цели, да? Ну, кто был соперником? У меня соперником был, можно сказать, в полуфинале. Очень сложная игра была с Егором Тимином. Он сейчас живет в Иссурийске, но сам с Оренбурга. Он там у них, можно сказать, лучшая школа в России, в Оренбурге, в Самаре, в Оренбурге, в Москве. Он оттуда, школа у него хорошая. Это действующий чемпион Дальнего Востока был. То есть достойный соперник был, да? В полуфинале еле как выиграл при помощи борьбщика, можно сказать. Да, действительно, это, конечно, не может не бодрить, да, когда все кричат в свое имя, да, поддерживают. Поддерживают. Ну, еще заранее все боялись, вот сомневались, выиграет или не выиграет Вася, выйдет или нет в финал. Вот такие большие сомнения были. Ну, все, вот этот весь этот Вася выдержал, обыграл очень сильный соперник, у которого рейтинг выше тысячи. А у Вася всего лишь, сколько? 800, 700, да, 900. Это очень большое значение имеет. Так что у нас вот радость очень большая. Ну, насколько можно оценить успех наших ребят, да, нашей сборной, в отличие от предыдущих чемпионатов соревнований? Ну... Становится ли лучшая игра у наших ребят? Лучшая игра в том смысле, что раньше мы занимали, вот первые места Вася занимал, а вот в парном разряде, вот наши игроки, они не занимали, вот. Поэтому вот в парном разряде, то, что они обыграли, стали первыми, ну, это хороший результат. Здорово. Василий, ну, как вот давно вы познакомились с данным видом спорта и почему выбрали именно настольный теннис? Как так получилось? С данным видом спорта я познакомился в 2000 году, вот когда в Якутске проводились международные игры «Дети Азии», там с отцом приехали, посмотрели, и на это лето сразу дома поставили стол на улице, и там начали играть с папой. И пошло оттуда, поехало. В каком 2010-м, сказали, да? Нет, в 2000 году. А, в 2000? В 2000 году. Это сколько лет вам было? Это было, мне сколько лет было? В пятом классе учился. В пятом, в третьем классе учился. А когда уже серьезно задумались, что я хочу заниматься? Я уже вот, когда учился в школе, заканчивал школу, я уже задумался. Я же учился в этом гимназии, в учебе тоже хорошо учился. И сказали, поступать в скульптурный или по физике, по математике там поступать. Я выбрал скульптурный и поехал на стажировку в Китай. Там отучился 4 года, стажировался в Харьбинском институте скульптуры, потом здесь закончил Тверопчинский институт скульптуры, магистратуру закончил. Сейчас тоже работаю тренером в городе Якутске. Обучаете ребят, детей, да? Да, детей. Здорово. Впереди какие планы? Что планируется? Значит, в начале февраля, в числах десятых, Вася будет участвовать в клубном чемпионате России. Это третий тур, третий раз едет. Дальше 25 февраля начинается финал чемпионата России, в котором участвуют 16 лучших команд России и 64 лучших спортсмена России, в том числе Василий Румянцев. Здорово. Что ж, это действительно несомненно радует, что настольный теннис все-таки развивается. И в нашей республике, и наши ребята достойно могут играть и защищать честь своей республики, и не только, а России. Аркадий Никифорович, Василий, спасибо, что пришли к нам этим утром. Василий, вам несомненно желаем только успехов, дальнейших много-много побед впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...